Приветствую каждого игрока от овощи до статиста на моем канале с вами зав и сегодня как вы понимаете мы будем обсуждать m60 что это за машинка какие у нее плюсы и минусы какие характеристики у этой машинки и конечно же самый главный вопрос стоит ли ее покупать или все-таки не стоит и начнем мы с того что я покажу вам какое предложение появилось у нас вчера появилась она вчера но вчера к сожалению не успел записать ролик поэтому записываю его сегодня потому что вам было интересно все-таки m60 хорош или плох современном рандом значит касательно m60 за 20000 предложения full комплектации да здесь есть приказ приказ на 25 боев то есть просто 25 раз выкатиться в рандом при желании можно конечно и слиться 25 раз но эта машинка по идее вам не должна этого позволять сделать потому что машинка в целом неплохая ну и соответственно если вы 25 раз откатаете этот танк вы получите 5 контейнеров собери и все и 5 дней премиум аккаунта что в целом неплохо я считаю что это в принципе неплохой подгончик также тут аватар легендарный камуфляж ну принципе вы его уже видели он был самом начале и 25x5 которые не особо нам нужны но по крайней мере пойдет что-то в свободный опыта свободный опыт соответственно на новый год если брать предложение пустое то тут конечно ничего нет кроме слота в ангар и получается уже не так вкусно хотя по мне 17 500 все равно за этот танк это дороговато потому что это не коллекционка это премиумный танк премиумный танк вы не можете продать для того чтобы восстановить какую-то часть золота соответственно он должен стоить немножко дешевле потому что в цену коллекционного танка вот допустим неуловимого т22 с и уже входит его стоимость то есть семь с половиной тысяч то что вернется вам на аккаунт случае его продажи здесь же такой ситуации не происходит да и в принципе цена продажи данного танка просто смехотворно это жалкие 50 тысяч кредитов то есть вот за сам танк 50 тысяч кредитов то есть абсолютно бесполезно пытаться продать этот танк он вам ничего не даст даже кредит если вы возьмете любую вот обычную прокачиваемую десятку то у нее ценник будет конечно в разы выше вот здесь например три миллиона пятьдесят тысяч серебра также там есть предложение за деньги давайте его тоже рассмотрим его рассматривать будем в телеге вот такое вот предложение за 2290 рублей как вы уже могли понять никакой разницы между предложением за деньги и предложением за 20 и золото нет поэтому смысла покупать за деньги стопроцентно нет те же 2290 рублей в идеале можно пустить на 22 а то и 23000 золото и получается что вы переплатите поэтому выгоднее конечно взять именно за 20 тысяч золота если вы конечно хотите легендарный камуфляж ну и все вот эти приблуды обязательно подписывайтесь на телегу там новости у нас выходит а новости выходят конечно же заранее до того как появляются видосики поэтому не пропустите ну что ж эти моменты мы обсудили а теперь давайте съездим рандом посмотрим на что способна данная машина я думаю никакие быстро мы подгружать не будем просто посмотрим на что же способен данный танк кстати если я буду вдруг кашлять во время обзора то здесь вырезать к сожалению ничего не получится так что придется потерпеть так-то я постарался все свои кашлячки повырезать но вот в бою такое может проскочить уж простить итак мы попали на карту в принципе подходящий для этого танка можем сейчас занять ключевую позицию точку b и отыграть от у венчиков что у нас получится весьма и весьма комфортно почему комфортно потому что у нас есть 10 градусов у вен если сравнивать м60 с его аналогом то есть м48 паттон то у паттона как раз таки 8 градусов а у нас 10 точность у танка в принципе более чем адекватная главное чуть-чуть подцелить так что в принципе с пробитием и с выцеливанием проблем быть не должно кстати вот сейчас мы видели м60 в прицеле того же м60 щечки простреливаются в остальном танк довольно красный не дал нам на прокатке пострелять по противникам наш вражеский м60 но ладно простим его за эту дерзость и кто-то из противников кстати по нам стреляет хотелось бы посмотреть где ты там находишься для того чтобы тебе навалять дпм у нас достойный как вы видите кд всего 6 секунд при альфе 350 единиц это очень хороший показатель то есть у нас три с половиной тысячи среднего урона отлично бачатик там немножечко решил поразвлекать нас но он подставляется и вот сейчас бы по хорошему его забрать я к сожалению не могу не хватает мне немножко ой на пир а вот он и подставился сам виноват противники пока что стоят бездействуют и это нам в общем то на руку башня м60 довольно прочная если не выцеливать какие-то уязвимые зоны коих не очень много то пробить его конечно же сложно 140 честно говоря удивляюсь как я не пробил пробить и у нас на самом деле достаточно никаких проблем тоже с выцеливанием м60 ой точнее 140 быть не должно с выцеливанием его уязвимых зон ну и 350 альфы в конце концов это не хукры мукры это чувствуется любой танк чувствует 350 альфы безусловно так ну-ка поддаем у кобра но даже броня немножечко зароляла на самом деле брони вот в такой позиции было не очень много потому что нлдшка была открыта а в нлдшку как раз таки залетает очень даже не кисло в целом бой складывается ну не очень хорошо но шанс у нас еще достаточно неплохие имеется главное не на получать сейчас вот простить от к 91 болею немножко и в остальном все будет достаточно легко допустим того что это мы точно к себе не пропустим и никуда он там особо не поедет он может выцеливать нам кум башенку или башню нашу придется бежать от бабули потому что бабуля нас пришьет лучше я подставлюсь к кому-нибудь из тежей чем под бабаху бабаха решила повернуться на нашего союзника воспользуемся ее недоумением не знает кого целиться и это хорошо прекрасно попытаемся заехать сзади на заднем ходу конечно мы не самая быстрая машина но этого нам хватает на самом деле кобра вообще большой молодец пробита прикольно учитывая что я по сути сзади за ним прям стою то что броня не пробита это конечно полнейшая дичь печально печально приема и я еще один остался это вообще максимально печально повезло даю тычку он мне не успел прописать а чё дальше делать а чё дальше делать я честно говоря даже не знаю плохо что у всех наших союзников слили но как бы мы дожили до самого конца это уже о чем-то говорит ай габариты у танка конечно не самые приятные ну что ж ты не пробиваешь это все никак да ё-моё сзади сейчас к 91 прилетит ой жаль жаль что у нас ничего не получилось но по крайней мере на гусенице мы подержать противника смогли пробить его к сожалению не смогли наверное надо было переключиться на голдовые снаряды может быть голдой бы залетела хотя не факт я уж не рискнул кумулями стрелять через катки но давайте посмотрим на то как мы отыграли в принципе отыграли мы достойно получается мы все-таки первые позиции заняли в нашей команде если бы немножечко т наш и шеридан отыграли лучше я думаю победа была бы близка ну и в конце концов я тоже не дотащил немного опять-таки к 91 можно было там убить вот с тайпом 71 я не знаю чё честно говоря нужно было сделать для того чтобы его убить уж очень некомфортно он для меня вылез хотя опять-таки я уверен можно было отыграть лучше хорошо давайте попробуем посмотреть на броню сколько же брони у нашего танка итак броню мы будем рассматривать с wz 132 1 с лт-шки китайской лт-шки которая меня действительно впечатляет но почему-то многие ребята ее недооценивают ладно по поводу пробития теперь у него пробитие довольно таки неплохое на 252 миллиметра и как вы понимаете пользуемся мы как раз бэбэшками то есть пробивать достаточно легко им 60 на галде у нас и того больше там больше 300 миллиметров и соответственно на галде м 60 смотрится весьма блекло вот вы сейчас можете обратить внимание что нлдх а точнее в лдх а пардон в лдх а становится такой розоватый то есть иногда простреливается иногда не простреливается если говорить о каких-то тяжиках то прямом столкновении с м60 конечно же они будут пробивать на галде понятное дело на галде на бэбэшках там еще какие-то шансы танкануть есть если маской танканете то вообще замечательно если не маской то тогда скорее всего ничего не получится разве что округлости корпуса спасут катки простреливаются очень легко и это очень неприятно потому что такой острый угол должен танк держать тем более стэшка стэшки часто бьют по каткам и соответственно м60 к сожалению в этом плане не выделился корма также впитывают фугасы и это тоже негативно сказывается на м60 но благо подвижности хватает для того чтобы эту корму защитить хотя танк на самом деле довольно крупненький и куда-то его спрятать допустим в отличие от того же объекта 140 62 и так далее сложно под таким углом как вы видите каток не простреливается ну а здесь вот уже менее острый угол и у вуаля все элементарно и легко пробилось то есть в этом плане конечно м60 брони не хватает но я специально подготовил и еще один реплейчик для того чтобы убедить вас в том что м60 на самом деле брони все-таки хватает и так здесь мы посмотрим на м60 в прицеле вазончика от позиции когда он играет от увенчиков и как вы видите из того что можно прострелить на бэбэшках это по сути только комбашенка опять-таки в маску он не простреливается вообще никак хотя подсвечивается слегка таким сероватым ну даже нет я бы сказал прям серым подсвечивается но если переключиться на голду то да кумуле к сожалению залетают прям как себе домой есть конечно шанс не пробить вот например сейчас я стрельну и у меня улетела чуть выше но это скорее зависит уже от нашей игры они от вас собственно говоря поэтому если вы будете целиться прям хорошо и у вас будет такая возможность то конечно пробивать вы будете но опять таки он здесь не мансует он не пытается закатиться выкатиться там все дела когда танк еще и мансуют выцелить вот эти щеки довольно проблематично а нлд-шка ее нужно прятать безусловно ее нужно прятать потому что она как раз таки довольно легко простреливается это и не мудрено хорошо давайте еще один бой поехали и пока мы грузимся в бой я вам быстренько покажу табличку по м60-му значит три с половиной тысячи урона и в принципе это неплохой результат но как вы видите у паттона допустим у того же больше а вот 255 миллиметров пробития это как раз таки отличный показатель то есть по пробитию у нас все хорошо хотя на галде у нас всего 300 300 не самый высокий показатель среди одноклашек дальше по сведению по разбросу все хорошо 10 раз у вен это отличный показатель 52 скорость вперед это то что нам подтянули было раньше 50 сейчас стало 52 на самом деле это роли не сыграло но тем не менее это какой-никакой а эффективные удельные мощности хватает для того чтобы разгоняться на этом танке и в принципе по подвижности проблем никаких нет на данный момент танк имеет 53 почти 54 процента побед и это хороший показатель это довольно средний показатель но в принципе этого хватает для того чтобы наказывать противников бой у нас начался на карте мэлендейк и сейчас главное не ошибаться наносить урон не к сожалению немножечко профукал начало и мы потеряли уже одного союзника я бы не сказал что это прям моя вина он мог бы туда и не ехать баджер стоит в кустах это ошибка прям капитальная ошибка баджеру в кустах точно делать нечего если уж баджер есть в нашей команде то ему точно нужно быть где нибудь на передовой как они попали мне в каток я понятия не имею но чинить каток я не собирался я думаю они здесь не продают ничего потому что баджер просто перекрывает полностью управление то есть мне нужно просто его поддерживать если вдруг они решат катить где наша точность только сказал что точность отличная бах сразу же промахнулся баджер давай работай сдерживает сдерживай отлично отлично брони как вы помните у нас немного но если играть от углу то все получается хорошо если бы еще бабаха стреляла бэбэшками то все было бы просто великолепно но бабаха не хочет стрелять бэбэшками а нет пардон у меня же нет никакой бабахи у меня баджер я и забыл бэбэшками бабаха это со стороны противника итак баджер мы лишились ну и по сути на этом наша песенка спета но мы сделали все что могли на этом направлении нас было по сути двое и очень уж плохо отыграл баджер прям ужасно он получал пока он откатывался назад на самом деле он мог любого противника перехватить прям вот здесь не съезжая с этого пьедестала но видимо не судьба увы и ах но в принципе все предсказуемо закончилась нашей победы конце концов у наших тяжиков было достаточно много времени пока мы сдерживали направлении ст 2 400 мы накидали в этом бою 9000 кредитов мы нафармили как вы видите танк абсолютно не фармит и давайте посмотрим где мы находимся мы находимся середине списка ну по крайней мере не в самом низу не на том спасибо а вот баджер конечно играть абсолютно не умеет то есть паджер сам танк то по идее прикольный крутой просто занял позицию грамотно занял позицию и отстреливай противника все больше тебя ничего не требуется дальше баджер сделает все сам но нет увы у этого парня занять позицию не получилось он на получал пока откатывался как я и говорил следовательно ничего особо и не сделал бою в любом случае на плюсы и минусы м60 вы успели посмотреть то есть броню я вам показал она с одной стороны есть а с другой стороны получается что ее не особо много лично для меня если меня спросят есть у него броня или нет у него броня все-таки есть касательно отыгрыша в современном рандоме я вам показал что танк играть умеет но к сожалению у меня скорее всего не хватило навыков для того чтобы затащить первый бой думаю что даже во втором бою можно было отыграть лучше хотя в свое оправдание скажу что если бы баджер немножечко дольше жил и немножко лучше прикрывал думаю мы бы справились с этими противниками и я все-таки считаю что не зря я остался вместе с ним хотя если бы уехал то естественно пожил бы подольше и возможно нанес бы урона побольше то есть это был скорее всего отыгрыш на победу любом случае подписывайтесь на канал поставьте свой лайк обязательно поставьте свой лайк чтобы поддержать данное видео ну и выход в последующих видео напишите что вы думаете по поводу м60 будете вы покупать данную машинку или не будете как я вижу по рандому их много соответственно ребята их покупают а это хороший знак это значит что людям он все-таки заходит кстати если кто-то из вас уже прикупил м60 обязательно напишите как вам танк понравился он вам или нет ну и спасибо что досмотрели это видео до самого конца всем пока